Самой большой ошибкой, которую ты можешь совершить, является постоянная боязнь ошибаться, ведь на ошибках учиться. Ауф, в контексте видеоигр, на первый взгляд, досадные баги, гличи и прочие косяки разработчиков по итогу могут превратиться в особенности игр и даже сделать их чуточку лучше. И, кстати, привет! С вами Айвори. Вновь объявляю набор в наш уютный телеграм-канал. Мемчики, трапчики, няшность, ламповое общение, новости канала, а также подробности из жизни вашего покорного слуги с меня. С тебя же подписка. Вступай, а иначе... Ты мне больше не друг! А теперь всем приятного просмотра и... понеслась! Ультракилл – динамичный, ультражестокий, олдскульный шутер от первого лица. По своей сути, ультракилл – это удачный симбиоз таких игр, как Doom, Quake и неожиданно Devil May Cry. Причём от последнего ультра-убийства перенял нужду выёбываться. Я имею в виду, чем эпичнее, эффектнее и изощрённее ты расправишься с врагами, тем больше получишь очков в стиле. Однако после выхода игры, экспериментирующие с доступными механиками геймеры, заметили странный, но очень полезный баг. Во время стрельбы из дробовика, при условии филигранно пойманного тайминга, можно было парировать собственную дробь при помощи кулака, придав ей тем самым скорости и наделив разрывными свойствами. Данный глюк настолько приглянулся пользователям, что со временем на ютубе стали появляться обучалки, и тогда разработчик смекнул, что сотворил не баг, а что не наесть настоящую годную фичу. В итоге парирование стало геймплейной особенностью, и даже более того, скилловый игрок, удачно исполнивший эффектный трюк, отныне награждался желанными очками стиля. На мой взгляд, парирование дроби стало изюминкой игры, и определённо сделало боевые механики более комплексными. Оригинальная Space Invaders 1978 года рассказывала простенькую историю о вторжении инопланетных захватчиков на Землю. Игрок брал под контроль, по-видимому, единственный оставшийся танк. Это же танк, да? Ну, вроде похоже. И методично отстреливал, прячась за разрушаемыми укрытиями орду медленно приземляющихся пришельцев. Геймплейная игра невероятно примитивна, но не лишена инновационного на тот момент бага, который в какой-то степени предопределил развитие игровой индустрии. Тамахира Нисикада, геймдизайнер Space Invaders, допустил ошибку в коде игры, вследствие чего скорость передвижения захватчиков напрямую зависела от их количества. То есть, чем меньше оставалось объектов на экране, тем быстрее надвигались противники. Причем последний инопланетянин давал фору долбанному флэшу под энергетиками. Причина подобного поведения крылась в том, что слабенькие процессоры игровых автоматов сильно загружались от обилия объектов, что приводило к их подтормаживанию. В те архаичные времена геймдизайнеры помыслить не могли, что игры обязаны обладать динамичной сложностью. Так, непреднамеренный баг буквально задал вектор развития будущим играм. В раритетной Final Fantasy VI, в которую вы, скорее всего, не играли в силу юного возраста, был и есть легендарный баг, прозванный Train Supplyx. Сабин, один из главных персонажей, а их на минуточку 14, что рекордно для серии, обладает нелепым умением Meteor Strike, который не имеет ничего общего с огромными камнями из космоса. Вместо каста огненного ливня с небес паренёк проводит борцовский бросок Supplyx, также известный как... Прогиба! Применённый на рядовых противников Supplyx смотрится, хоть и комично, но худо-бедно приемлемо. Чего не скажешь о моменте сражения с призрачным поездом. Во время босс-файта фантомный локомотив настойчиво преследует героев, которые мало того, что обгоняют скоростной состав, так ещё и умудряются успешно обороняться. И я даже представить не могу, насколько сильно рофлили игроки тех лет, впервые увидав, как Сабин проводит Supplyx на здешнем Сапсане. Но, конечно же, разработчики не планировали подобный казус. Однако, Глич так полюбился геймерам, что игроделы были вынуждены оставить его, и даже добавить в последующие переиздания и ремастеры игры. Трэн-Суплиx определённо не разнообразил боевую систему и не стал инновационной фичей. Тем не менее, он превратился в годный мем, став узнаваемой визитной карточкой шестой части. А сейчас предлагаю проследовать на сайт CSGO Run, дабы попытаться нафармить деньжат, ведь забагованные игры сами себя не купят. Но прежде чем испытывать удачу, убедись, что отрываешь от сердца не последние деньги, ведь данный сайт не является гарантом моментального обогащения. Здешний баланс легко и удобно пополняется с банковских карт, электронных кошельков, криптовалют и скинов CSGO. И не забывай вводить промокод Ivor, дабы не упустить 15% бонуса к депозиту. Сегодня я облегчил свой киви-кошелёк на вечно зелёную соточку. Перешёл в раздел крашей и обменял заморскую валюту на перчатки и калашек. Первым на кон был брошен 44-баксовый отечественный автомат, который при коэффициенте 1 и 2 успешно превратился в 53-баксовый глок. Неплохо для начала. Далее я проследовал в режим дабл, где поставив на зелёное, успешно проиграл перчатки. Да, видать сегодня не мой день. Честно говоря, закругляться на столь грустной ноте не хотелось. А посему я поставил ранее выигранный глок и при коэффициенте 1 и 5 получил взамен 60 баксовый авп. Ну хоть что-то. В этот момент внутренняя чуйка настойчиво нашёптала мне, что на этом стоит остановиться, что я собственно и сделал. Однако, если ты более удачлив, чем я, тогда помимо крашей и дабл можешь опробовать режим пвп и даже классические ставки на матчи. Ссылочку на кс-гоуран, а также бонусный промокод я оставил в описании под видео. В реальной жизни жонглирование это хитрый трюк, которому при должном усердии может обучиться каждый. А вот в эфемерном мире Devil May Cry жонглирование это основополагающая часть многоуровневой и разнообразной боёвки. Если не вдаваться в подробности, то процесс жонглирования это непрерывное удержание безвольного врага в воздухе при помощи филигранно выверенных комбо ударов. Выглядит дерзко, стильно, а самое главное крайне эффективно. Так вот, древняя легенда гласит, что данная механика своим появлением обязана багу, закравшиваяся в код совершенно другой игры анимуша Warlords. Во время работы над анимушей, геймдизайнер Хидеки Камия, он же создатель серии прохныкучего дьявола, обнаружил, что здешних врагов можно подбрасывать и удерживать в воздухе. Естественно, подобной фичи он не планировал, а посему скоропостижно удалил из релизной версии игры. Однако при создании первой Devil May Cry Камия подумал, а чё добру-то пропадать? И сделал джанглинг основой мувсета Данте, да и не только его. Вот так вот случайная ошибка подарила нам мемную франшизу с одной из лучших, зрелищных и многослойных боевых систем. С виду милой и приветливой игре Minecraft обитает множество жутких тварей. Зомби, эндермены и пауки. Но ни один из перечисленных монстров не сравнится с пиксельным воплощением страха Крипером. Крипер это вездесущий моб, который тихо подкрадывается со спины и резко взрываясь вызывает инсульт жопы у зелёных пользователей. Однако некогда Крипер был безобидной розовой свинкой. Если верить слухам, то разработчик игры Маркус Алексий Персон, Экей Нотч, при создании рядовой Пеппе напортачил с параметрами модели, от чего получил непропорционально вытянутого уродца. Но вместо того, чтобы придать деформированную заготовку анафеме, он перекрасил её в зелёный цвет, накрутил агрессивность и набил пиксельные внутренности взрывчаткой. Так и появился знаменитый Крипер, одним своим звуком пугающий майнкрафтеров и по сей день. В Dragon Age Inquisition есть персонаж по имени Кремезиус Аквасси, более известный как Крем. Он является лейтенантом отряда наёмников «Боевые быки». Основную часть времени Служивый ошивается в местной таверне, пытаясь усидеть на стуле. Дело в том, что благодаря ошибке в коде моделька Крема пребывает в бесконечном цикле, так скажем, поиска удобной позы. Благодаря комичности данный баг быстро приобрёл популярность среди фанатов игры. Обрадованные столь благоприятным развитием событий биоверовцы приняли решение не исправлять сей огрех, а объяснить его с сюжетной точки зрения. При помощи любовной линии в DLC с подзаголовком «Треспессер» игроделы пояснили за природу чрезмерной нервозности Крема. Оказывается, паренёк, исполняя странные телодвижения, пытался получше рассмотреть приглянувшуюся барышню Барда, которая как раз таки пела в той самой таверне. Это воистину уникальный случай, когда глюк не только не стали исправлять, но и вписали в лорную составляющую игры. Комбо-удары является краеугольным камнем боевой системы большинства современных файтинг-франшиз. В наши дни трудно представить, как бы мы обходились без длинных и зрелищных связок ударов, способных уничтожить оппонента за считанные секунды. Однако, если бы не глюк, произошедший во втором Street Fighter, файтинги могли бы выглядеть совершенно иначе. В оригинальном уличном бойце не было комбо-ударов, лишь одиночные, медленные и, откровенно говоря, скучные пинки ногами и руками. Благо, из-за ошибки синхронизации в Street Fighter 2 игрокам при соблюдении чудовищно сложных таймингов удавалось проводить сразу несколько ударов подряд. Разработчики знали о занятном казусе в коде, но сочли абьюз данной лазейки слишком сложным занятием, а посему решили пустить всё на самотёк. Однако, геймеры так не думали. Задроты файтингов быстро научились использовать полезный баг, который позволял не только проводить серию атак, но и станеть оппонента каждым последующим ударом. Так вас славим же лень разработчиков, двигающую индустрию в правильном направлении. Tripes, серия из пяти научно-фантастических шутеров от первого лица, основной фишкой коих является высокая динамика за счёт так называемого скольжения. В самой первой игре серии для быстрого перемещения по карте игрокам были доступны транспортные средства и даже своеобразные джетпаки. Однако пытливые игроки обнаружили способ более скоростного и весёлого перемещения. Используя баг, позволяющий разгоняться во время скольжения по холмистой местности, геймеры развивали с запредельной скорости, что привносило море фана и разнообразило геймплей. Разработчики в виде одобрения, понятное дело, не стали лишать находчивых пользователей удовольствия, и в последующих играх франшизы Tripes официально внедрили данную механику. Коли начал разговор о скольжении, будет логичным упомянуть про фирменную забагованную механику Quake, известную как распрыжка или Bunny Hope. Распрыжка – один из легендарных трюков в шутерах от первого лица, позволяющий постоянно прыгающему игроку эффектно уклоняться от огня противника, или же двигаться быстрее, нежели без прыжков. Изначально распрыжка была глюком движка ещё первой Quake, но позднее стала одобренной разработчиками и любимой игроками механикой, которые по сей день присутствуют в современных играх, к примеру, в той же Quake Champions 2017 года. GTA – одна из самых любимых и популярных серий игр. Выход каждой новой части великого автоугонщика – это без преувеличения знаковое событие для игр индустрии. Но, возможно, вы не знали, что своим существованием франшизы обязана судьбоносному багу. Race and Chase – игра про полицейских, штрафующих лихачей, являла собой первоначальную концепцию ещё не вышедшей Grand Theft Auto. Race and Chase была весьма скучной игрой с линейным сюжетом, а посему, дабы отвлечься от нудных миссий, тестировщики развлекали себя столкновением с полицией. Но из-за скрытой ошибки в коде, эфемерные стражи порядка становились на удивление агрессивными. Непрерывно тараня правонарушителей. В итоге, видя положительный фидбэк, разработчики полностью переделали Race and Chase, превратив её в самую первую GTA. Со временем улепётывание от копов, отстрел болванчиков и набор пресловутых звёзд стал визитной карточкой абсолютно каждой игры серии GTA. Огромное спасибо тем самым тестировщикам и, конечно же, игроделам, что прислушались к их предпочтениям, тем самым подарив игрокам по всему миру бесчисленное количество часов чистого фана. Если твоя любимая говорит, что размер не имеет значения, то, возможно, так оно и есть. Однако для популяризации серии Tomb Raider размеры главной героини сыграли не последнюю роль. Своими аппетитными достоинствами Лара обязана геймдизайнера Тоби Гарду, который во время работы над образом героини слегка увлёкся процессом. И случайно, как говорит он сам, придал бюсту Лары внушительные габариты. Будучи истинным Хорни, Гард поспешил похвастаться наработками перед коллегами, которые незамедлительно потребовали фу, выражая тем самым яростное одобрение. И вплоть до перезапуска серии, состоявшегося в 2013 году, Лариска с лёгкой руки Тоби совращала пубертатных школьников своими роскошными округлостями. Кстати, позднее Гард признался, что невольная кексуальность Лары значительно увеличила продажи игры. Иногда баги, гличи и прочие ошибки разработчиков приводят не только к зарождению новых механик, но и к появлению любопытных классов персонажей. В ходе тестирования Team Fortress Classic, дополнение созданного на движке оригинальной халлы, игроделы заметили интересный баг, в ходе которого ник игрока автоматически перекрашивался в цвет противоположной команды. Нелепая ошибка, которую могли пофиксить, но вместо этого смекалистые девелоперы подметили, что из неё можно извлечь гораздо больше выгоды. Ведь забагованный игрок мог обманывать и внедряться в стан противников, оставаясь незамеченным. Так, из простого бага на свет появился знаменитый класс Шпион, чьей основной механикой является мимикрия под вражеские энеми. Продающей фишкой Dying Light, помимо псевдооткрытого мира и уорд-зомби, несомненно является паркур. Паркур позволяет главному герою эффектно перемещаться по городу, избегая особо опасных скоплений гниушников. Однако, ближе к финалу игры, протагонист обзаводился крюком кошкой, которая смотрелась слегка инородно, вытесняя с собой основную игровую механику. Как оказалось, крюк кошка появилась в игре благодаря ошибке, совершенной разработчиком Барташем Куланом, ответственным за паркур. В процессе написания алгоритма, отвечающего за карабкание по уступам, была допущена оплошность, приведшая к тому, что герой попросту притягивался к ответственным поверхностям. Неба кафичу подумал хитрый Барташ и добавил в Dying Light крюк кошку, работающую не по честной физике, что видно по топорному движению персонажа, а по принципу телепорта. Так, крюк кошка стал узнаваемой фишкой игры, которую пришлось добавить под занавес, в противном случае паркур, над которым так долго трудились, имел все шансы стать рудиментарной механикой. Есть чем дополнить? Жду тебя в комментариях. Также прошу тебя поставить лайк и подписаться на телегу, троллый Яндекс Дзен. Ну а ежели у тебя есть желание оказать финансовую поддержку канала, получив за это приятные бонусы, к примеру, благодарность в начале видео или ранний доступ к роликам без рекламы, тогда милости прошу на бусте. Все ссылочки в описании. Нижайший покон спонсорам за поддержку, ваша щедрость греет мне душу. На этом все. Всем удачи и пока!